Первой любовью австралийской певицы был музыкант Майкл Хатчинс. Они расстались, а через пять лет он покончил с собой. Это стало для Кайли большим потрясением, и она долгое время не заводила серьезных отношений. Позже у звезды все же было еще несколько романов, но все они быстро заканчивались. Самыми распространенными причинами разрыва становились измены бойфрендов и напряженный график звезды. Расставания давались Кайли нелегко, поэтому она выбирает одиночество. Единственное, о чем сожалеет певица, что не завела детей, поэтому сейчас она всерьез задумывается о том, чтобы взять ребенка из приюта. Императрица отечественной эстрады Ирина Аллегрова почти 20 лет живет одна и уверяет, что ее все устраивает. У певицы было четыре мужа, но ни один брак нельзя назвать благополучным. Избранники не отличались верностью и даже имели проблем с законом. Это заставило Ирину разочароваться в мужчинах, и она посвятила себя воспитанию дочери Лалы, которую родила от первого мужа Георгия Таирова. Сейчас певица объясняет свое одиночество просто, императрице нужен император, а на меньшее она не согласна. Когда-то романы французской певицы обсуждали все мировые СМИ. Ей приписывали отношения с Жераром Депортье, российским актером Андреем Соколовым и даже с самим Оленом Делоном. Но ни с кем из них звезда так и не связала судьбу. В начале 2000-х указ был скандальный разрыв с композитором Филиппом Бергманом. Позже Патрисия начала отношения с одним румынским миллионером, но он оказался женат. Я разочаровалась в мужчинах. Все они меркантильны и предсказуемы, написала в автобиографической книге певица. Больше всего она сожалеет о том, что не может иметь детей. Бесплодие стало результатом многочисленных абортов, сделанных в молодости. Сейчас для Каа самым родным существом является мальтийская оболонка по кличке Текила. Личная жизнь Шарлиз Террен в свое время была наполнена событиями. Актриса, которую боготворят мужчины всего мира, редко оставалась одна. В середине 1990-х Террен на протяжении двух лет встречалась с актером Крейгом Бирко. С 1997 по 2001 год звезду связывали близкие отношения с музыкантом Стивеном Дженкинсом. Со Стюартом Таунсендом Терра начала встречаться в 2002 году. Эта пара долго считалась одной из самых красивых и прочных в Голливуде. Однако влюбленные неожиданно расстались в начале 2010-го. Спустя четыре года Шарлиз закрутила роман с Шоном Пенном, но и эта связь ни к чему не привела. Сейчас актриса живет с двумя приемными детьми. В марте 2012 года она усыновила мальчика Джексона, а в июле 2015 к семье присоединилась маленькая Августа. Актриса призналась, что дети всегда будут стоять для нее на первом месте. Так уж сложилось, что в жизни Софии Михайловны был всего один мужчина, которому она до сих пор хранит верность, муж артистки Анатолия Евдокименко. Когда певица только начинала карьеру, Анатолий заметил ее фотографию в журнале «Украина» и пригласил в ансамбль «Червона Рута». В 1968 году молодые люди поженились, а через два года у них родился сын Руслан. В лице мужа София обрела лучшего друга, наставника и учителя, их брак продлился более 30 лет. Когда в 2002 году супруг ушел из жизни, певица целый год носила траур и не принимала участие в светских мероприятиях. Сейчас не приписывают ей романы, но близкие звезды уверены, в сердце Софии Михайловны было и всегда останется место только для одного человека. Текст Виктория Злобина Фото, Гетто Имиджес, Персона Старс.